Моя лекция называется «Куда идет история?» И порассуждаем о том, почему это, в принципе, стало возможно. Почему люди начали обращать внимание на то, что история, исторические процессы развиваются достаточно либо интенсивно, либо не совсем интенсивно, и что от этого зависит. И надеюсь, что наш сегодняшний разговор будет носить диалогический характер, то есть это не будет мой монолог. И, пожалуйста, если есть вопросы, по ходу можете спрашивать, и мы некоторые моменты будем обсуждать по ходу. Ну, позвольте тогда начать. Итак, как известно, история – это наука о прошлом. И начиная с самого момента зарождения человечества, люди всегда задумывались над рядом серьезных вопросов. И одним из таких вопросов был вопрос, откуда мы произошли? В чем смысл жизни? И куда мы вообще с вами двигаемся, и прочее говоря. И обратите внимание, что первое мировоззрение, которое носил мифологический характер, даже тогда время, историческое время рассматривалось как нечто созидательно разрушающее. Особенно это заметно в индорийских религиях. Например, если вспомним индийских богов, которые тоже отвечают за движение в жизни, мировую историю, то там тоже есть бог-разрушитель и бог-созидатель одновременно. Если же вернемся к древнегреческой мифологии, то обращаю ваше внимание на знаменитого бога времени Хроноса, который был известен чем, дорогие слушатели? Кто может сказать, чем был знаменит этот бог Хронос? Да, его имя даже переводится как «время». Итак, вспомним, чем же он был знаменит? Хронос поедал своих детей. Действительно, мы все с вами возникаем, появляемся как субъекты исторического процесса в определенное время и должен вам сказать, что самые важные события в истории для вас это какое в субъективном отношении? Что еще раз? Да, день рождения абсолютно. Почему все вы всегда празднуетесь, пытаясь хорошо праздновать день рождения? Потому что это самые важные события для вас в истории. И появляясь в исторической арене, проживая определенное время, мы потихонечку куда деваемся? Да, к сожалению, имеем как начало, так и конец. Так вот, поэтому древнегреки и представляли историческое время и вообще время в качестве бога, пожирающего своих детей. И этого бога сумел одолеть. Какой бог другой? Нет, его смог победить Зевс, дочерям которого знаменитый греческий историк, отец истории Геродот, в пятом столетии до нашей эры, и посвятил свою знаменитую книгу «История». Он посвятил книгу «Девяти музам», и поэтому его книгой называется «История из девяти книг». Еще один важный момент, говоря про историю. История, как наука, как известно, изучает историю человечества. Поэтому мы с вами сегодня остановимся именно на процессе общественных движений, потому что человечество в широком смысле слова представляет собой, как известно, общество. Итак, существуют различные подходы к пониманию общественного развития. С одной точки зрения, или вообще можно сказать, что общество находится в постоянном развитии. Это происходит от того, что общество никогда не остается на определенном месте и представляет собой постоянно движущуюся структуру. Постоянно движущуюся, динамично развивающуюся структуру. Другой вопрос. А куда развивается общество, если за ним интенсивность или неинтенсивность исторических процессов? Какие две стороны? Третья сторона и простая. Либо вперед, как называемый вперед, прогресс, либо регресс или деградация. Абсолютно верно. Других вариантов развития или движения общества просто нет. Вы, конечно, мне можете возразить и сказать, а как же стагнация? Ну, стагнация – это первое, так скажем, своего рода состояние, когда общество пока не решило. Это буквально небольшой миг. Общество никогда не стоит на месте. С самого момента появления уже первых людей и заканчивается сегодняшним днем, Вы можете обратить внимание даже на коридор сегодняшний. Мы видим, что общество находится в постоянном движении. Итак, куда же двигается общество и, соответственно, исторический прогресс? Процесс, извините. Первый момент – это прогресс, то есть общество развивается, совершенствуется, идет вперед. Возникают новые элементы, возникают новые отношения, жизнь людей становится гораздо лучше, чем это было в предыдущих поколениях. Есть и другое направление развития общества – это регресс. То есть общество, забывая о некоторых своих достижениях, начинает поворачиваться назад, и, соответственно, мы наблюдаем, что? Постепенный упадок социальных, экономических, общественных, политических и прочих отношений. К сожалению, это часто случается. И, следовательно, исходя из этой схемы, какой вывод мы можем сделать? Общество как развивается? Общество развивается противоречиво. И вот этот закон противоречивого развития общества еще в начале XIX века выявил известный немецкий философ Фридрих Гегель. Соответственно, в обществе есть и элементы прогресса, с одной стороны, улучшения, и, с другой стороны, в обществе есть элементы регресса. Но в связи с этим вы можете попросить определенных примеров, что вы можете привести в качестве сегодня, что же регрессирует сегодня. Ну, например, есть достаточно распространенная в интернете особенно, точка зрения, что будто бы Земля носит... Какую форму? Теория плоской Земли. Космонавты обманывают, ученые обманывают, все нас обманывают. На самом деле, Земля плоская. Ты хоть треснешь. То, что знали древние греки еще в V веке до н.э. Вспомните, до VI веки до н.э. Фалис, Анаксимен, Анаксимандр. Это никого не волнует. Земля плоская. Понимаете, да? Это одна из форм. Другая форма замечательная, тоже интересная, под личиной возрождения древних наших предков традиций. Возрождает что? Полное невежество. Например, так называемые языческие культы, которые благополучно наши предки и жили тысячи, тысяч пятьсот лет тому назад. Это что? Это прогресс или регресс? Это замыкание общества в каком-то замкнутом своем мирке? Или все-таки это расширение глобалистических тенденций, которые сегодня происходят в историческом плане тоже? Как вы прекрасно понимаете, это пример регресса. В истории был тоже один такой замечательный регресс. В 30-е годы в одном замечательном государстве тоже стали возрождать древние языческие культы. К чему это привело? К чему эти возрождения в кавычках привели? Да, восстановлено нацистского режима и Второй мировой войне. И идеологическому сопровождению истребления неполноценных кавычках народов. Итак, общество постоянно развивается в целом от низшего к высшему и от простого к сложному. Либо регрессивном отношении от высшего к низшему и деградации. Итак, посмотрим теперь, как размышляли об исторических процессах. Оставим в покое, конечно, мифологический еще период. Вернемся к периоду становления уже исторического сознания и мировоззрения. И подобным явлением можно считать, конечно, с одной стороны индийскую, китайскую, но нам больше всего известна, конечно, античная культура. Всем известен Гомер с его Илиадой и Одиссеей. Уже там он размышляет, что есть время, что есть прошлое, куда это все уходит. И был знаменитый Гесиот, тоже поэт, живший в восьмых-седьмых веках до нашей эры и написавший замечательную поэму, которая называется «Труды и дни». Так вот, он отним из первых поэтов, еще не ученых, заметил пять стадий развития человечества. И сейчас мы с вами увидим, какие это стадии развития. Это прогрессивная или регрессивная. Обратим внимание, первым был какой век? Золотой век. Люди не знали ни болезни, люди жили в идеальном определенном обществе. Потом наступает Серебряный век. Там уже начинается падение морали и благочестия, но люди все еще держатся. Железный век. Ну, перед Железным веком был еще Бронзовый и Век Героев. Вот начинается Железный век, царство и зла и насилия. И лучше бы вам в этом Железном веке не жить совсем. Понимаете? Так пишет Гесиот. Почему у него такое пессимистическое отношение к историческому процессу? Обратим внимание, у него прогрессивное развитие целого, глобального масштаба или регрессивное? Абсолютно верно, идет спад. Почему? Какие причины? Потому что или есть замечательное другое произведение одного египетского автора. Размышление души о собственном теле. Там тоже самое. Раньше все было замечательно, вот сейчас все перевернулось. Но к наглему, я вам даю подспаскивание. Другое замечательное произведение, Екклесиаст. Все течет, все меняется. И вот говорят они, что новое, но на самом деле то, что новое уже было прежде века. Здесь Екклесиаст. Или вспомним знаменитого Гераклита, все течет, все меняется, и нельзя дважды войти в одну и ту же реку, абсолютно верно. Но правда, Гераклит не описывает, куда направляется процесс. Он просто дает саму картину в общем. А Екклесиаст, Гесиот или неизвестные египетские авторы, они что делают? Жалуются. Так почему же железный век царства зла и насилия? Что тут произошло? Почему предыдущие поколения, условно говоря, бронзовый век, это было относительно спокойное время, а сейчас что-то произошло? Как вы думаете? Абсолютно верно. Изобретение оружия, возникновение торгово-денежных отношений и, соответственно, подрыв каких общественных отношений? С соседской общиной. То есть общинный характер экономики приходит в упадок, естественно, многие от этого страдают, естественно, Гесиот гениально это заметил. Как видим, регресс. Затем, как известно, в 5-4 веке до нашей эры развивается философия, и здесь умнейшие люди античного периода, как и другие представители из других цивилизаций, возьмем ту же самую Идию, Будда, или возьмем Китай, Конфуций, Слао Цзэй, рассуждают о чем? О том, что в мире все постоянно повторяется. Вопрос, почему в 5-4 веке до нашей эры философы видят, что исторические процессы только повторяются? Происходит как бы движение внутри себя. Как вы думаете, в чем дело? Давайте, давайте, не бойтесь. И опять начинается снова, абсолютно верно. Просто здесь мы наблюдаем что? Мы наблюдаем относительно еще неразвитость социально-экономических отношений и относительно медленность развития. Вот отсюда и Еклесиастовская, или Есиодовская встречается у Платона с Аристотелем. Итак, наступает эпоха Средневековья, когда вновь возрождается идея регресса. Я специально этот слайд сюда не поставил. Немножко подумаем, где мы видим идею регресса? В каких учениях Средневековья? Мы помним, что философия является служанкой теологии, но не забываем, что исторические хроники тоже являются служанкой теологии. А раз, значит, теология, какая главная идея исторического процесса лежит в учениях монотеизма, христианства и ислама. Что будет в конце концов? Страшный спор. Апокалипсис, абсолютно верно. Апокалипсис. Кстати, давайте немножко опять же поиграем чуть-чуть. Вспомним, сколько всадников апокалипсиса описано? Четыре. Назовите первого. Чума-морф. Я говорю, всадники как выглядят. Понятно, что чума-морф. А, как выглядят? Да. Ну, черный на конях. Первый на белом коне. И поклонились ему многие народы, как царю. Второй на рыжем коне, принесший народом меч, разделивший их. Третий на вороном, держащий в руках весы. И как будто бы слышащие голоса на рынке. И, наконец, четвертый на бледном коне. Вот за ним и следует Апокалипсис. Ничего не напоминает? Да, это пророчество. Но ничего не напоминает, если с мистической точки зрения это начинать рассматривать. Потому что исторический процесс можно рассматривать с научной, а можно с мистической. По секрету скажу, это полное совпадение всего того, что мы с вами переживаем. Всадник, которому поклонились многие народы, как царю, это эпоха распространения христианства и ислама. Не забываем, это монотенитно речь идет. Это с точки зрения мистической, объясните. Всадник, принесший на рыжем коне меч, разделивший народы, это какая эпоха? Старый добрый феодализм, да? Третий, держащий в руках весы, и как будто голоса из рынка. Эпоха великих географических открытий. И, наконец, четвертый, захвативший четверть земли, началось в 20 веке. Так что, поздравляю. Немного осталось, но это шутка. Вернемся обратно в 18 век и рассмотрим точки зрения ученых того периода. 18 век это период развития новых общественных отношений. Период становления всего нового. Ну, давайте обратим внимание, как еще называется 18 век? Какой период? Эпоха просвещения. Абсолютно верно. То есть, нет рэда. Устаревшие точки зрения уходят в прошлое. Возникает новое социально-экономическое отношение. Развивается наука. И, естественно, современники, жившие тогда, приходят к такому выводу. Что общество все время что? Прогрессирует. И поэтому тут ничего удивительного нет. Причем прогресс идет во всех отношениях. Не только в науке, но и в праве, но и в политике, но и в экономике, но и, естественно, в духовной сфере. Обратим внимание на даты жизни этих людей. 1727-81, 1743-94. Чуть позже же мы с вами будем наблюдать уже немецких философов, например, Гердера. Так он будет говорить, что вообще везде идет прогресс. Почему? Потому что он застал начал 19 века. Итак, 19 век. Обратим внимание на основные взгляды. По Гегелю прогресс это не только принцип разума, но и принцип мировых событий. То есть по Гегелю получается так, что общество постоянно совершенствуется и познает саму себя. Благодаря чему и происходит прогрессивное отношение. Потому что общество может познать себя, только становляясь лучше. И он же, кстати, выдвигает знаменитую идею гражданского общества. Согласно Марксу, человечество развивается поступательно, прогрессивно развивается и производство. Потому что человечество это общество, а общество мы с вами говорили, что это динамично развивающаяся система и зависящая, в свою очередь, от развитости чего? Производственных сил и, соответственно, производственных отношений. Причем и тот, и другой, опять же, узнавали и видели противоречивость развития общества, что и является основой дальнейшего импульса и дальнейшего движения. В 20-м веке произошел в возврат теорию циклического круговорота, сторонниками которого были еще Платон и Аристотель. Как это произошло, об этом чуть позже скажу. И, наконец, Поппер, Карл Поппер, известный историк и методолог истории, говорил, что прогресс движения к силе, к цели, извините, но прогрессирует лишь человек, а не общество. Ну, это такие точки зрения. Итак, противоречивость прогресса. Античность, постепенно деградируя, впадает в Средневековье. Средневековье, постепенно развиваясь, приводит к возникновению возрождения и возникает новое общество, которое в какой-то степени копирует античный период. Вот эти моменты и привели к мысли того, что общество развивается все-таки не однонаправленно, не по-векторно. Общество, являясь движением противоречивым, прежде всего, к себе внутри, представляет собой немножко другой момент. Итак, посмотрим. Сначала развивались такие идеи, особенно в 19-м, начале 20-го века, что нет единого истории. Например, Шпенглер так и заявлял, что единой истории не существует. Нет, никакой единой истории. Потому что жители античной Греции не поймут жителей Европы, житель современного Китая никогда не поймет европейскую музыку. Потому что человек жил в начале 20-го века, это эпоха империализма, колониальной империи, совместная упадка некоторых обществ. Он так рассуждал. Шпенглер. То есть, история человечества не едина. А на самом деле существует что? Отдельные цивилизации, своего рода суперорганизмы, и развитие, круговое развитие, носящее прогрессивные вначале, а потом уже регрессивные вначале, присутствуют именно в этих обществах. А все остальное это не история. Вот такая точка зрения. В принципе, он повторил точку зрения нашего знаменитого тоже консерватора Данилевского. Позже, по удобной же точке зрения, высказывал Тойнби, Тофлер, наш знаменитый этнолог Лев Николаевич Гумилёв и ряд других учёных. Но главная ошибка, главный недостаток, по удобной точке зрения, в чём? Как вы полагаете, в человечестве нет единой истории, люди друг друга не поймут. Единственный, кто может всех остальных понять, это только европейцы. И вообще, цивилизация существует тысячи лет, а европейская цивилизация сейчас находится в упадке. И должен явиться новая мощная сила, которая должна возвратить европейскую цивилизацию. Книга была написана сто лет назад, 1918 год. Этой книжкой заинтересовался лежащий в господеле один товарищ с маленькими такими усиками. Догадываемся? И у этого товарища мысль ушла ещё дальше. А почему бы не возвратить Европу на основе новой, третьей империи? Правда, этой империи не хватало жизненного пространства, но это отдельный разговор. Понимаете, в чём недостаток подобных теорий? Эти теории рассматривают общество как нечто застывшее, как в определённом времени и в пространстве. Оно развивается, но оно развивается внутри себя. Оно никуда не уходит дальше. Может, конечно, уйти, но самая развитая цивилизация, европейская. Ну, правда, говорит, на Востоке нарождается ещё одна там цивилизация, славянская. Она может, конечно, развиться, если её там никто там, ну, не сломает. Это точка зрения Шпинглера из книги «Закат Европы». «Der Antregang des Ubenlandes» по-немецки. Вот подобные теории. Ещё один недостаток этой теории заключается в том, что я не видел ни одного, точнее, двух авторов, у которых количество цивилизации совпало бы друг с другом. У одного 8, у другого 15, у третьего 40, 50, 60 и так далее. И как они выделяют, ну, это очень носит субъективный характер, и вы понимаете, это просто нужно понимать логику данного исследователя. Есть другой замечательный подход, стадиальный называется, он возник ещё в середине 20 века, и по этому подходу мы с вами сейчас изучаем общество знания, 10-11 классов. Итак, обратим внимание, существует три типа общества, где исторический процесс носит абсолютно разные характеристики. Во-первых, традиционное общество, где что? Господство. Да, где же господство? Сельское хозяйство, оно уже аграрное абсолютно верно. Ещё? Ручной труд абсолютно верно. Ещё? Традиции. И сословный принцип становления общества. По сути, они какое общество описывают здесь? Мы когда говорим традиционно, у нас в головах сразу возникает как область. Эпоха от Иолиты, где-то до отмены припасного права России. А тут на самом деле они что, какое общество представляют? В Средневековье абсолютно верно. Вопрос, а куда у нас взялся Древний Восток, и куда у нас взялся Англичная Греция? Там, что у нас? Традиционное общество или не совсем традиционное? Понятно, да? Затем наступает индустриальное общество. Оно наступает в результате промышленного переворота в конце XVIII века. Причём промышленный переворот называется модернизацией. И это приводит к чему в дальнейшем? В становлении новых отношений. И, наконец, мы с вами живём в каком обществе, по крайней мере, переходим в жизнь этого общества. Это называется постиндустриальное общество. Ну, посмотрим теперь другую точку зрения. Вот одним из наиболее романтичных описаний исторического процесса, с моей точки зрения, принадлежит молодому Фридриху Энгельсу, который написал это в одном из своих литературных статей 1940 года. Обратите внимание. Я предпочитаю сравнение со свободно от руки, начерченной спиралью, изгибы которой отнюдь не отличаются слишком большей точностью. Медленно начинает история свой бег от невидимой точки, вяло совершая вокруг неё свои обороты. Но круги её всё растут, всё быстрее и живее становится полёт, наконец, она мчится, подобно пылающей комете, от звезды к звезде, часто касаясь старых своих путей, часто пересекая их и с каждым оборотом всё больше приближаясь к бесконечности. То есть, получается, Энгельс даёт первый образ развития общественных отношений исторических процессов в виде спирали, абсолютно верно. Вот обратите внимание, следующий подход, он называется формационный, и он подразумевает выявление общих для всех стран и народов закономерностей исторического процесса. Вот обратите внимание, там картинка тоже в виде спирали, это развитие исторического и общественного процесса. Причём в основе исторических процессов лежат достаточно сложные факторы, и без понимания которых мы с вами просто не поймём ни исторических, ни социальных, ни экономических процессов. Так оно и есть. Обратите внимание, какие формационные были формации. Во-первых, первобытное общество, затем рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, то, что они называли коммунистическое общество. И, соответственно, образ развития истории в виде спирали, обратите внимание, действительно повторяет развитие тех или иных формаций. И причём это развитие носит диалектический, то есть противоречивый по своей сути основ. Теперь остановимся на ряде важных вопросов. Кто более прав? Формационный подход или цивилизационный, или прочий? Ну давайте порассуждать. Итак, я сразу поставил вопрос, что такое аграрное общество. Аграрное общество это что? Это то, что предшествует индустриальному обществу. Индустриальному обществу, это, соответственно, возникшее в конце 18-го, начале 19-го века общество. И, следовательно, всё, что предшествует этому периоду является аграрным обществом. Но так ли это? Сразу возникает вопрос. Что такое, например, Древний Восток? Древний Восток. Первый вопрос. Какое это общество, Древний Восток, Древний Восток? Что мы там наблюдаем? Традицы есть? Традицы есть. Хорошо. К классическому определению аграрного общества есть еще два важных института. Церковь и армия. Извините, какая церковь Древний Восток? Ну хорошо, не споришь. В Египте есть нечто похожее. Храмы, как хотите, оно есть в Вавилоне. Но есть ли оно в Китае? Мы можем исключить Китай только по этому критерию из традиционного общества? Нет, не можем. Потому что в Китае как раз не возникает знаменитого мучения кого? Конфуция, которая и ставит традиции куда? На первое место. Вот тут нет церкви. Тут нет общей религии. Понимаешь? И тут нет жестких сословных принципов. Потому что любой желающий, по сути, в определенное время мог стать достаточно хорошим вельможем. Для этого надо было что делать? Школьники? Чтобы стать великим вельможем в Китае, что нужно делать? Учиться надо, сдавать экзамены. А экзамены очень сложные. Гораздо сложнее, чем в ЕГЭ. Уверяю вас. Сдав экзамен, ты уйдешь уже куда? Получаешь что? Высокую должность. Хочешь получить следующую должность, ты что должен делать? Сдавай новый экзамен абсолютно. Хороший принцип? Хороший. Это устраивает конфликцию. То есть правительство. Правительство. Но Древний Китай, как и многие восточные государства, они не совпадают вот с этим моментом. Здесь нет чего в этом обществе. Какой формы собственности мы тут не наблюдаем. Частной собственности. Здесь нет частной собственности. Почему? Давайте не бойся, не бойся. Я еще раз повторяю, у нас диалог. Я люблю диалог. Бояться меня не надо, я просто не скажу. Ошибать можно, пожалуйста. И ошибки сына, и опыт сына ошибок. Трудно, да, и дальше. Но правительство. Правительство. Как только некоторые чиновники или военные начинают эту землю, государственную землю превращать свою собственность, в этих государствах начинается что? Начинается кризис. Сразу. Как будто вневеряется определенный вирус, и за десятилетия государство изнутри фактически взрывается. Они один раз, два раза заметили похоже, но потом стали жестко это контролировать. Хорошо. Если вы изучали экономику, там есть несколько экономических систем. Например, рыночная и командная административность. Так вот, древний восток, он куда ближе похож? Командная экономика. Командная экономика, абсолютно. Как я его иногда называю. Это традиционная экономика, но с элементами, примитивными элементами командной экономики. Абсолютно. А где же у нас возникает товарно-денежное отношение? И нечто похожее на рыночную экономику? Абсолютно верно. Оно у нас возникает в античной Греции. И когда? Причем Гесиот стинает. О знамении тригеропед говорит. А сел привык есть что? Сено? А человек прикипел к чему? К золоту. То есть это как и века. Это примерно седьмые, пятые, когда наше имянотарное формируется частное собственническое отношение. И античная цивилизация, в большей степени традиционной системы, все-таки получает элементы каких отношений? Товарно-денежных отношений, абсолютно. И обратим внимание, что подобные процессы являются общими для всего, для всей исторической процессы. Вот обратим внимание, история на ленте времени. Древний мир, это до рождения нашей эры, средние века, новое время и новейшее. Подобное разделение, периодизация, это она еще называется, возникло еще в новой веке. Это был древний мир, который, в принципе, остался где-то далеко. Но именно тогда формируются основные ценности современного общества. Кстати, интересно, что формирование вот основных духовных ценностей, опять же, происходит где-то вот здесь, в 6 век до нашей эры. Илья Истерс, немецкий известный философ, приходит к выводу, что тогда было от всего еврея. Что именно тогда появились духовные ценности современного человечества, повлиявшим на дальнейший язык. Все правильно. Но что перепутал Истерс? Появились духовные ценности. Он это зафиксировал. Да, они появились. Но вы какой вопрос еще должны задать? Что их раньше не было совсем? Были. Но раньше они были, знаешь, какие. Например, у каждого нации был собственный бог. Например, у лаги египтям было 40 с лишним богов. Вот вы, не дай бог, конечно. Ну, в принципе, это всех нас ожидает, допустим, где-то через 45 окажется на том свете. И вот, как известно, есть такая карикатура. Вместо того, что мы ожидали, появится у Сирис с остальными войнами. Вот это будет прикол, да? Что делать? Говорить о Сирису, что я ничем не виноват, я ни у кого ничего не играл. Что я никому не убивал, я никому не завидовал. Вспоминаем срочно. Замкнут. Абсолютно верно. Потому что они во многом совпадали. Но проблема там, что там сидит еще 40 богов. И каждому тоже надо что-то сказать. Понимаешь? Вот. Так что были. Но эти ценности были другие. Они были замкнуты. Внутри определенных сообществ. А эти ценности, они стали глобальными. Почему я и выбил. Общее в историческом процессе. Все, что касается всех нас с вами. Всех нас с вами. Все наши предки жили в какой период? Все. Абсолютно. Первобыкому обществу. Правильно? Правильно. Потом часть переросла в классовое общество. Видимо, было речи в этих отношениях. Другая часть спокойно сидела. Пока не задумывалась. Не пора ли нам быть на арену истории? Вышли и устроили какое общество? То самое аграрное, традиционное, феодальное, доброе общество. Которое вам всем нравится. Особенно любителям какого фильма? Что-то там престолов. Я сам лично не смотрю. Да, война престолов. Всем нравится. Это ранний феодализм, поздравляю вас. Ранний феодализм. Все эти хоббиты и орки, это тоже ранний феодализм. Вот даже специально пострифтика пикинг. Для того, чтобы тоже соответствовать этому периоду. Несмотря на то, что существуют общие в историческом процессе. Да, мы сейчас в каком мире с вами живем? Как можно обладать нынешним? Информационным, хорошо, еще. Глобализационным, еще. Капиталистическим, олигархическим, империалистическим. Да, каким угодно. Но по сути мы все находимся в каких отношениях? В какой ситуации? Примерно схожей. Многие жалкости на жизнь России. Уверяю вас, везде происходит в той или иной степени примерно те же самые процессы. Где-то с оперешением, где-то с опозданием. Уверяю вас. Этот закон выявил еще вот тот молодой человек, похожий на Чи Гевару. Живший 100 лет до Чи Гевары, знали его Фридрих Ренгельс в своей книге в 1645 году. Он описал жизнь рабочей в Англии и сказал, вот точно так же будут жить потом немцы, а потом русские. Он был прав? Прав. Благодаря чему они научились делать такие прогнозы, которые в целом на 75% оказывались точными. На 100% нельзя в истории давать точные прогнозы. Исходя из чего? Исходя из того, что они видели, в чем секрет развития исторического процесса. Они видели общие, за что их постоянно и критикуют. Но в истории есть еще что? В истории есть особенные моменты в историческом процессе. Вот именно на эти особенные моменты в историческом процессе и обращают внимание кто? Сторонники цивилизационной теории. Вспомним. Да у древних греков что? Обращаем внимание, там как раз религиозный праздник в древних афинах. Люди гуляют, что-то отмечают. Но судя по всему, день Великого Кава. Был у них замечательный бог такой. Чем-то на одного негдеистого бога похожий. На Кришну. Когда Кришна приходил к людям, вокруг него все плясали и радовались. И был такой же древний греческий бог. По секрету скажу. Он совершил путешественную гнигию. И вокруг него действительно все плясали и радовались. Но это не Кришна. Дионисий, абсолютно верно. Это, судя по всему, великий Дионисий. Так вот. Шпенглер выделял у каждой цивилизации собственную душу. На самом деле он выделял определенные критерии. Так вот, у древних греков душа, так скажем, диалестическая. С одной стороны, а с другой стороны, аполонистическая. С одной стороны, они что любили делать? Как мы сейчас любим называть? Инфекистское хоре? Ну, не тусить, конечно, а? Развлекаться. А с другой стороны, развлекаясь они потом что-то куда? Они шлифтьярки. А театр, это что? Это уже, извините, просвещение. Это уже нечто высокое. Это уже этикосэстетика. Извините, там у вас soft-opens. A skill you repeat. Эти ребята, шутить, как вы понимаете, не любили. Следовательно, у каждой цивилизации, у каждой эпохи есть своя особенность. Войдем в нашу старую добрую историю России. Например, скажем, 1960-е годы. Какие особенности этот 10-летний может наводить? Космос, Гагарин, еще. Люди улыбаются. Брежнев пришел, у меня с Крущева, замечательно. Еще. Начали строить КамАЗ, начали строить... Ну, в принципе, нормально, но там тоже хватало всего. Хорошо. Фильм, 81-е. Олимпиада была все-таки раньше. 80-е, это что? Горбачев перестроится. И, наконец, в историческом процессе есть очень много уникальных. Каждое событие, уникальное, оно влияет на особенную. Особенное, соответственно, на общее и на обороты. Здесь, на слайде, вы видите, парад в Москве 7 ноября 41-го года. В чем уникальность этого парада? Уникальность в том, что подобный парад больше в истории таких условиях уже вряд ли произойдет. Поймите, любое событие носит уникальный характер. И даже сегодняшняя наша с вами встреча, она уникальна. Если я вас позову на следующий год на очередной свою лексу, но та лексу уже будет идти совершенно иначе, и мы будем затравить абсолютно разные другие темы. Следовательно, исторический процесс является весьма сложным и содержит в себе противоречия, прежде всего, в своем внутреннем характере. И понимая вот эти вещи, нам уже проще сделать что? Определенные прогнозы того, что же произойдет дальше. При этом можем привлекать как логику философии, так и даже, как я вам показал на примере с апокалипсисом, какие учения? Мистическое изучение. То есть можно использовать все. И можно увидеть определенные картины в будущем. Что же там все-таки будет? Ну, поживем, увидим. Главное, спасибо. Есть ли ко мне вопросы? Пока не спешим. Вопросы есть. Как? Слушаю ваши вопросы. Да, любые, 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 любые. Абсолютно любые. Любой вопрос мы используем, пожалуйста. Не стесняемся. А по-моему, что вы отставляете? Дальше идет, нас с вами ждет углубление глобального экономического кризиса. И если, да, 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 если общественные процессы не найдут выхода из этого кризиса, ну, вы догадывались, мой пессимистический. Ну, на что опираюсь? В 1947 год произошел серьезнейший кризис в Европе. Как вышли из кризиса? Изменив все данные политические институты на какие? На буржуазные. Произошли буржуазные революции, и, соответственно, возникли какие отношения? Отношения совершенной конкуренции, которые постепенно перерасти и стали монополистической конкуренцией. И, соответственно, возникли монополи. Следующий кризис такой же, похожий, который сломал сложившиеся отношения, казалось бы, уже навсегда сложившиеся. Произошел когда? Как вы думаете? Тут длинные волны квадрата, вспоминаю? 1929 год. Что происходит? В Америке великая депрессия. Как выходит из ситуации? Тем более у Америки появляется серьезный конкурент, в том числе и в экономике. Это Советский Союз. Как выходит из кризиса? Устраивает капитализм человеческим лицом. Да, устраивает капитализм, так скажем, не человеческим лицом. Не бывает капитализма человеческим лицом. Ты где видел голод с человеческим лицом? Я тоже не видел. Они устраивают общество благоденствия. Говорят, ребят, ну давайте немножко уж раскошелиться чуть-чуть уж, ну совсем уж нельзя уж. Понимаете, да? И устраивать свои любимые витрины. Мой любимый вопрос. Хорошо, Япония, Германия, Корея развиваются, все замечательно. Почему так не развивается ни одна страна в Латинской Америке? Ни одна. Ну, у Кубы отдельные спецназы. Там потому что витрин строить не надо. Вы слышали про бразильские автомобили? Или аргентинское радио? Я тоже ничего не слышал, к сожалению. Вот это тоже принцип, признак, понимаете? И, соответственно, нынешний 2007 год, кризис, начавшийся, пока продолжается из-за чего? Из-за того, что не появилось объективных условий, которые бы этот кризис разрешил. И поэтому мы с вами наблюдаем осложнение каких отношений? Международных отношений. А они всегда осложняются именно в период экономических и социальных классов. Вот что нас ждет с вами. Или мы с вами их решим, или же... Да. Но я не писем, изверяюсь. Даже откуда-то писем. Ну что, тогда на этом спасибо, что пришли. Субтитры создавал DimaTorzok